Шахматы Шахматы непрерывно совершенствовались, шаг за шагом приближаясь к своему современному облику. Каждая фигура на доске, каждое правило несет в себе печать той или иной цивилизации. И в этом смысле шахматная культура действительно не имеет границ. Однако именно наша страна одна из немногих, кто задает в ней сегодня интеллектуальную моду. Участники, среди которых и международный гроссмейстер, вице-чемпион мира Сергей Корякин, говорили об истории выдающихся шахматистов разных времен, а также о том, как сделать этот вид спорта более популярным среди молодежи. Мы открыли несколько шахматных клубов по Московской области. Мы проводим чемпионаты Московской области с рекордным призывным фондом. Мы организовываем турниры для детей, в первую очередь много детских фестивалей. Помимо этого я не ограничиваюсь только лишь в Московской области. Я развиваю шахматы по всей стране. И вот сейчас недавно мы запустили большой проект вместе с «Единой Россией» по открытию шахматных клубов в штабах общественной поддержки по всем регионам. Из 21 шахматной олимпиады, проходившей с 1950 по 1990 годы, сборная Советского Союза одержала победы в 18. Сегодня российские шахматисты продолжают удерживать эту высокую планку. Свидетельство тому, недавняя победа нашей шахматной сборной на турнире Шанхайской организации сотрудничества. Работа в первую очередь с молодыми, подрастающим поколением поставлена на системный уровень. С детьми занимаются лучшие тренеры в мире. Это наши тренеры, отечественные тренеры. Ну и опять-таки могу сказать, что по тем статистическим данным, которые есть, сейчас в России профессионально занимаются шахматами без малого 440 тысяч человек. Шахматы представлены во всех субъектах нашей великой страны. Шахматный спорт, говорили в ходе кругового стола, полезен для всестороннего развития молодого поколения и способствует популярности шахматной игры в студенческом сообществе. У нас 240 университетов по 12-й Миноборнауке России, и практически в каждом из них регулярно проводятся спортивные мероприятия по шахматам. А в 190 вузах функционирует сборная команда по шахматам. В 115 университетах студенты принимают участие во всероссийских соревнованиях. А в 91 университете реализуется дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по направлению шахматы. Я думаю, что ребята, которые в школе занимаются шахматами, это умные ребята, они поступают потом в университеты. И вот в университетах у них есть возможность продолжить это дело. Кроме того, в ходе дискуссии было предложено организовать встречи именитых шахматистов с молодыми ребятами вузов, которые показали наиболее хорошие результаты в студенческих шахматах. Служба информации фонда «История Отечества». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова